Так, сегодня я вам расскажу немножко про искусственный интеллект и какое-то количество всяких разных посторонних вещей, но не очень сильно, надеюсь, отклоняющихся от основной нашей темы. И хорошее выступление всегда должно начинаться с фотографий бородатых мужиков. И я думаю, что ну кто я в принципе такой, чтобы нарушать традицию, которая в академическом мире установилась очень давно. Но эти два бородатых мужика здесь не просто так, то есть ну как бы не просто как символ хипстерства такого. Дело в том, что вообще с искусственным интеллектом произошла такая не очень хорошая штука, потому что это понятие, оно появившись изначально в научной среде, быстро перекочевало в среду медийную и там начало жить своей жизнью. И если мы сегодня говорим об искусственном интеллекте, ну простому среднестатистическому человеку, то скорее всего то, что он будет понимать под этим понятием, во-первых, будет нечто сильно отличающееся от того, что под этим понимают ученые, специалисты, работающие в этой области. Но с другой стороны, там еще будет очень сильный разброс, зависящий от того, какие фильмы посмотрел, какие книжки прочитал этот конкретный человек, потому что если ему попался терминатор, то это понятие будет значить одно, а если там the beautiful mind какой-нибудь или что-нибудь такое, то совсем иное. Поэтому прежде чем говорить об искусственном интеллекте, нужно определиться с тем все-таки, что это такое и что под этим понимают специалисты, которые в этой области специализируются. А вот понятие искусственного интеллекта, оно вообще достаточно широкое. То есть вот все вот то, что у меня тут закрашено серым, это как бы искусственный интеллект вообще. И под искусственным интеллектом вообще понимают любое автоматизированное решение, которое решает задачи, которые традиционно люди решают при помощи естественного интеллекта. То есть если вот нечто считается как бы интеллектуальной задачей, если нам приходится немножко напрячь голову, чтобы ее решить, то это интеллектуальная задача. Если мы автоматизировали решение такой задачи при помощи компьютера или при помощи там палок и скотча, то это в принципе искусственный интеллект. И такой искусственный интеллект называется, соответственно, прикладной искусственный интеллект, вот narrow, weak, слабенький такой искусственный интеллект. Но тем не менее это все искусственный интеллект. А вот что касается вот этой черной кляксы, это так называемый сильный искусственный интеллект, полный, или вот еще есть такой термин artificial general intelligence, то есть такой общий генеральный искусственный интеллект. Вот под таким решением понимается нечто, что позволяет нам решать любые интеллектуальные задачи, решаемые человеком. Ну то есть, грубо говоря, если вот очень-очень так сильно натянуть сову на глобус, то получится, что это некая такая искусственная, возможно, личность, да, то есть то, что под искусственным интеллектом обычно понимают в научной и не очень научной фантастике. Пару, наверное, слов о том, почему здесь сейчас перед вами стою именно я, а не какой-то другой человек, и почему я вообще занимаюсь этими вещами. В принципе, не секрет, что я не совсем ученый, я скорее корпоративная крыса, я занимаюсь тем, что разрабатываю системы машинного обучения и искусственного интеллекта по заказам одного очень крупного банка. Вот, и конкретно, конечно, можно сказать, что я являюсь вот таким вот специалистом этой области, но из сферы корпоративной науки. Вот, но помимо всего прочего, помимо того, что я этим занимаюсь на профессиональной основе, у меня есть давнее хобби, и с 99-го года я разрабатываю искусственный интеллект для различных игр. И, ну, наверное, там самый большой успех, самый большой хобби – это шахматная программа, соответственно, первая ее версия как раз появилась в 99-м году. Ну, и в начале 2000-х она выиграла несколько чемпионатов СНГ. Ну, сейчас, наверное, там, может быть, в тройку сильнейших российских программ она входит. Вот, сейчас у меня опять появилось чуть-чуть времени, которое я могу всему этому посвящать. Вот, но, тем не менее, это очень давнее хобби, которое, как бы, в любое время чуточку-чуточку моего времени, внимания привлекало, и я старался всегда быть в курсе того, что происходит науке в этой сфере. А что касается вообще игр, то, ну, это, скажем так, такое не очень большое комьюнити любительское, но, тем не менее, основная наука в области искусственного интеллекта для игр, она, скажем так, скорее даже не академическая, а скорее вот такая комьюнити наука. Ну, и, наверное, не последнее, не последнее то, что в какой-то мере привело меня к этой тематике. Я стал думать, а что, ну, вот, почему я с детства этим заинтересовался, почему стал этим заниматься. И я вспомнил, как, когда мне было лет, там, 14 или 15, я читал книжку Ивана Ефремова «Туманность Андромеды», многие, наверное, из вас тоже ее читали. Вот, и там есть такой совершенно, на мой взгляд, потрясающий эпизод, который всегда, я как бы долго очень учился, чтобы, ну, у меня не текли слезы, когда я его читаю, на самом деле. Там сюжет такой достаточно несложный, космическая экспедиция возвращается там с дальней звезды, и вот они проложили маршрут, чтобы там вынуждены были экономить топливо через туманность. Оказалось, что внутри туманности находится тяжелое тело, железная звезда, и вот они попали в ситуацию, когда, как бы, не предусмотрели этого, и создается момент, когда искусственный интеллект вынужден прийти людям на помощь, принять, принимать определенные решения в тот момент, когда сами люди физически не в состоянии этого делать, когда на них действует очень мощное ускорение, они теряют сознание. И вот в этот момент в борьбу за их жизнь включается искусственный интеллект. И ты понимаешь, ну, какие на самом деле усилия были вложены в создание такой системы, которой люди могут доверить свою жизнь, которая в определенный момент времени предназначена для того, чтобы действовать тогда, когда люди сами не могут ничего поделать. Вот, я представляю себе, какие, ну, вот если мы сейчас начнем создавать такую систему, какие начнутся споры, какие возникнут дилеммы, сколько часов, дней специалистов уйдет на то, чтобы такую систему создать. И я, наверное, тогда уже понял, что это та вещь, которой, ну, действительно хотелось бы заниматься и которой стоит уделить, ну, какую-то часть своей жизни. Вообще, самые первые механизмы, которые были призваны автоматизировать решение интеллектуальных задач, появились очень давно. Вот здесь нарисован антикитерский механизм, в том виде, в который он у нас дошел. Что такое антикитерский механизм? Это, в общем-то, устройство, которое предназначено для расчета траекторий небесных тел. Вот, конкретно вот эта современная репродукция механизма на основе вот там рентгенограммы того вида, в котором он до нас дошел. Ну, уникальное достаточно, значит, произведение механики тех пор, один из так называемых неуместных артефактов. Иногда, когда ученым удается найти что-нибудь эдакое, что, в общем-то, переворачивает их взгляды на возможности технологии той эпохи, в которую создавался этот механизм, это называют неуместным артефактом. Ну, а если мы уже посмотрим там на новое время, что происходило дальше, оказывается, что еще задолго до того, как, по сути, появились даже механические решения для автоматизации каких-то интеллектуальных задач, были вот и такие вот, ну, как бы квазимеханические, да, в общем, оказывается, можно даже из бумаги сделать некое устройство, которое будет решать интеллектуальные задачи. Ну, на самом деле, сейчас это, конечно, выглядит не слишком впечатляюще, потому что, ну, устный счет, мы уже привыкли, что это прерогатива машин, да, что у нас у каждого в кармане есть там мобильный телефон, в котором есть калькулятор, ну, или раньше там просто калькулятор был, вот. Но если бы вы человека спросили в XVI веке, вот, является ли показателем чего-то интеллекта способность, скажем так, перемножать в уме шестизначные числа, да, то, конечно, вам бы любой житель того времени сказал бы, что, ну, естественно, только умный человек может перемножить два больших числа. Ну, на первой палочке, на первой палочке, как они назывались, палочки или кости, на самом деле, произвели на современников очень сильное впечатление, и вот были целые стихи, целые поэмы посвящались этому механизму, вот Моксон написал, что, дескать, вот, все носятся с костями предков, а вот те кости, которые действительно достойны восхищения. Ну, это машина Паскаля, Паскалина, вот таких устройств до нас дошло несколько десятков. Вообще, я когда стал интересоваться, ну, думаю, когда первая механическая, такие устройства появились, чтобы считать, оказывается, ну, я думал, может быть, в XIX веке или, в крайнем случае, в конце XVIII, оказывается, нет, в XVII веке уже появились первые такие примитивные механические арифмометры, но в школьной программе написано, что вот Паскаль, да, первый построил Паскалину, там, на самом деле, есть некоторый такой академический спор, потому что был Вильгерий Мшикард, который тоже создал механическое устройство для счета, но у него там были некоторые проблемы с его воплощением в железе, там не очень понятно, смог он их все-таки устранить или нет, и непонятно, был ли знаком Паскаль с моделью Шикарда, но в любом случае это примерно в одно время происходило, то есть это где-то там начало 1620-х. Что было дальше? Дальше был Бэбидж, про которого тоже в школьной программе рассказывают, вот, но, значит, опять же, что он сделал? Известно, что Бэбидж, в общем-то, разрабатывал две машины, первая это вот дифференциальная машина Бэбиджа, ну, это вот ее реплика, которую сделали там в конце 80-х, начале 90-х, работающая реплика, много на самом деле было споров до того, как машину выполнили все-таки в железе, способна ли она выполнять те операции, которые она должна была выполнять, ну, это на самом деле сложный калькулятор, да, по современным представлениям с элементами памяти, способный выполнять ряд сложных операций, то есть не только там сложение, вычитание, умножение, вот. Значит, было несколько дефектов в ее чертежах, но считается сейчас, в общем, энтузиасты говорят, что Бэбидж туда специальный добавил, потому что патентного права толком не было, он боялся, что пираты быстренько скопируют, поэтому он, значит, туда чуть-чуть там им подпустил косяков. Вот, а это аналитическая машина, ее сейчас строят, вот аналитическая машина, это, по сути дела, действительно современный компьютер, но выполненный на механической основе. То есть, что было в машине Бэбиджа? Во-первых, там был отдельно процессор, он назывался мельница, отдельно, значит, была память, называлась склад, была система ввода-вывода информации, основанная на перфокартах. Перфокарты вообще появились гораздо раньше, чем появились первые компьютеры, появились они у ткацких станков Жаккарда, где при помощи такой перфокарты задавался порядок следования нитей при плетении ткани. И Бэбидж, вот, он, собственно, был первым человеком, который догадался, что вот можно это и в вычислительной машине использовать. Значит, так вот, если посмотреть на язык, на котором можно было писать программы для аналитической машины, то в нем уже были все основные элементы, которые были в первых языках программированы для электронных машин. То есть там было условное ветвление, там были циклы, вот, там были, значит, соответственно, как ячейки памяти, которым можно было присваивать определенные значения. То есть, когда мы сейчас говорим, там, фон Неймановская архитектура машины, в принципе, правильно, наверное, с исторической точки зрения было бы сказать, что это Бэбиджевская, значит, архитектура. И более того, фирма IBM, когда строила первую свою электронную машину, они действительно изучали работы Бэбиджа, и, в общем-то, эта его работа, как оказалось, ну, не совсем ушла в стол. То есть она потом пригодилась. Вот. Хотя саму машину, вот, в железе единственное, что было сделано, была сделана мельница, и причем сделали это уже после смерти Бэбиджа в начале 20 века. Ну, это табулятор Холлерита. Что такое вообще табулятор? Первая, на самом деле, задача, такая большая масштабная вычислительная задача, с которой, значит, столкнулись люди в новое время, даже уже ближе к новейшему, это подведение результатов переписи. То есть выяснилось, что результаты американской переписи, для того, чтобы вручную их посчитать, просуммировать, достаточно большому коллективу людей нужно 4 или 5 лет для этого. Вот. И тогда, столкнувшись с этой проблемой, правительство США объявило конкурс на создание машины, способной выполнить эту работу в автоматическом режиме. Вот такие вот перфокарты. Ну, по сути дела, какую функцию выполнял табулятор? Это такая сводная таблица в Excel. То есть у нас есть много-много вот таких вот строчек, там социальное положение, возраст, что-то еще, пробиты дырочки, значит, клерки эти дырочки пробили, вот, при заполнении переписи. И вот табулятор, в который вы пачку таких бумажек суете, он их, соответственно, сканирует и увеличивает значение состоящих регистров, сводную таблицу вывозит в виде тоже, значит, такой карты. Холлерит выиграл конкурс, который объявило правительство США, и создал, выиграв его, создал компанию, которая называлась Stabulating Nations Company, и вот сейчас уже после там целого ряда слияний, переименований, поглощений, она называется IBM. Почему мы тут немножко отходим в сторону? Дело в том, что, как всякая наука, как всякая, по крайней мере, наука экспериментальная, компьютер-сайенс, и конкретно раздел компьютерных наук, занимающихся искусственным интеллектом, хотел получить какой-то модельный объект, модельный организм. И если у биологов это мушка дрозофила, которой вы можете там отрывать ножки или вносить модификацию в ее геном, для искусственного интеллекта на долгие годы таким модельным организмом стали игры. Вот. Почему игры, да? Почему бы не, я не знаю, что-нибудь более полезное. По нескольким причинам. Во-первых, любая, в принципе, интеллектуальная задача, в том виде, в котором она встречается в нашей жизни, в ней помимо задачи, ну, собственно, ее интеллектуальной части, есть еще какое-то количество всяких задач инженерного порядка, да? То есть вам, прежде чем задача формализуется и превратится в чисто интеллектуальную, нужно решить там кучу проблем, да? По вводу информации, ее трансформации в удобную форму. И игра в этом смысле, конечно, удобна, потому что игра — это как бы область чистого разума. Здесь есть четкие правила, здесь есть четкое состояние этой игры, которое может быть математически описано. И поэтому игра, конечно, это такая вот своеобразная мушка дрозофила, которая в искусственном интеллекте появилась. Но я думаю, что тут, когда говорят так, и говорят, что вот это основной аргумент, тоже немножко лукавят. Потому что игра — это еще очень зрелищно. Потому что ты можешь, создав систему, которая принимает интеллектуальные решения в игре, не просто как бы показать ее своим трем-четырем друзьям в мире, и которые понимают, что это в этом, да? А ты можешь подойти к любому человеку и сказать, а вот, смотрите, я там сделал программу или компьютер, который умеет играть. И, конечно, это все очень интересно. А когда людям интересно, то это влияет на принятие политических решений, потом на фондирование, выделим ли мы средства под эти исследования или забудем выделить. Поэтому я думаю, что это тоже немаловажный фактор. Вообще, что касается автоматов для игры, история началась гораздо раньше, чем мы, собственно, оказались способны на самом деле изготавливать такие автоматы. И первая такая самая знаменитая, наверное, мистификация — это турок Кемпелена. Ну, это вот с точки зрения внешнего наблюдателя это был такой автомат. Да, значит, турок, который умел играть в шахматы. На самом деле, конечно, там была система зеркал, которая скрывала от наблюдателя то, что внутри на самом деле сидит человек. А вот в то время совсем не стыдным для себя считали посидеть в этой машине такие известные шахматисты, как Альгайр, например, Льюис. Значит, до нас дошло довольно много партий этого самого шахматного автомата, несколько сотен, можно в интернете их посмотреть. Там, в принципе, на самом деле в конце презентации будет такой QR-код, вы уже морально можете готовиться, если его потом сфоткать. Там будут ссылочки на страницу, где по каждому-каждому слайду есть дополнительные материалы, источники, откуда там что-то взялось, ну и там что-то еще. В частности, есть ссылка на партии автомата. Вот. И что интересно, значит, на самом деле про этот автомат, хотя никакого вроде бы отношения к искусственному интеллекту не имел. Вот. Интересно то, что Кемпелину удалось одурачить современников. То есть людям того времени и, более того, образованным людям того времени казалось, в принципе, совершенно нормальным то, что какой-то талантливый механик мог путем какой-то системы, состоящей там из шестеренок, грузиков и так далее, и так далее, создать машину, которая будет действительно думать и будет делать ходы в шахматной игре. Вот. Среди одураченных, вот, ну, так, есть такая апогрифическая история, неизвестно точно, да или нет, но вроде бы как Наполеон играл с этим автоматом, проиграл, вот, и можно посмотреть, значит, то есть, по крайней мере, никого при этом не наказали за это. Вот. А это уже первый настоящий шахматный автомат. В 1912 году, собственно, ну, через примерно 100 лет после того, как появился автомат фон Кемпелина, появилась первая машина, которая была способна играть, ну, не совсем, конечно, шахматы, она умела ставить мат ладьей и королем одинокому королю, почти из любой позиции. То есть, если вы поставите короля на h8 ладью на g7, а, значит, черного короля может поставить на любое уже поле, и дальше из этой позиции гарантированно при любых абсолютных ходах противника автомат мог исполнить этот классический мат. Вот. До нас, в отличие от автомата фон Кемпелина, который сгорел там где-то в конце 19-го века, вот этот вот ахет-ресиста, шахматный игрок, оказался более живучий, и оба экземпляра этого автомата до нас дошли. И, соответственно, в Музее технологии в Мадриде можно посмотреть на эту штукенцию. Здесь вот Винер смотрит, это был Парижский конгресс по кибернетике в 1951 году, и вот как раз, значит, он смотрит, что там Торрес и Кеведа такое изготовил. Ну, а первая уже электронная машина — это Ниматрон, так называемый. Значит, ну, Ним — это такая тоже игра, немногим сложнее, чем мат Королю-молодье-одинокому королю. Это вот такой сувенирный набор для игры в Ним, а это вот такой реалистичный, более реалистичный набор. Может быть, кто-то из вас играл. Насыпаются спички в три кучки, и по очереди люди берут спички. Можно взять любое количество спичек из любой кучки и выигрывает тот, кто забрал последнюю спичку. Вот. Такая, в принципе, нехитрая игра. Вот. Что получилось с ней? Эдвард Уллер Конден, вообще, на самом деле, все знали, что был вот Ниматрон, но особо там никто не интересовался, кто его сделал. Оказалось, что автором, собственно, этого проекта был Конден. Сейчас он известен больше нам, как один из создателей современной квантовой механики. И он вообще считал эту работу самой страшной своей жизненной неудачей. Почему? Потому что вот в 40-м году, когда он строил Ниматрон, для его создания было, по сути, придумано куча всяких вещей, начиная от методики изготовления печатных плат и так далее, и так далее. Вот. И единственное, чего, как бы, Конден не сделал и не догадался, так это запатентовать все это. Вот. И оказалось, что человек совершенно мимо денег проехал на ровном месте, потому что буквально через несколько лет начали появляться первые электромеханические счетные машины, релейные, и, собственно говоря, возникла целая индустрия с огромными бюджетами. Поэтому, ну, вот Конден... Но, тем не менее, в историю искусственного интеллекта он вошел прочно, но хотя сама вообще игра Ним была математиками исследована гораздо раньше, и в 1901-1902 году была создана полная математическая теория этой игры. Вот. Поэтому, в общем-то, уже было понятно, как должен играть автомат, если он когда-то появится. А Цермела вообще вот как-то в нашей литературе всегда, в советской, там было так, что вот этот портрет и рассказ про Цермела обычно начинал вообще рассказ про компьютерные там шахматы, компьютерные шашки. Вот. И, значит, Цермела всегда позиционировался как один из первых математиков, который, собственно, заложил вот самую-самую основу, самую базу для создания искусственного интеллекта, способного играть в игры, похожие на шахматы. Ну, на самом деле, что Цермела сделал? В западной литературе там весьма такой плюрализм мнений существует на эту тему. Например, один из авторов пишет, что Цермела доказал, что в шахматах белые, поскольку они начинают игру, никогда при правильной игре не могут проиграть. Вот. Такое странное осуждение. Вот. Есть много других утверждений. Проблема в том, что работа была его изначально написана на немецком языке, а на английский язык ее перелю только в 1999 году. Вот. Это, на самом деле, специфика науки начала XX века. Английский и вообще международным языком науки тогда не являлся. И не являлся еще очень долго, пока не стал он там уже где-то в районе 60-х, 70-х годов. Поэтому возможность прочитать работу Цермела имели те, кто говорили по-немецки, а также там где-то в конце 60-х, начале 70-х ее перевели на русский язык. И в отечественной литературе насчет того, что сделал Цермела, все написано, ну, более-менее правильно. Вот. Цермела вообще... Я сейчас чуть-чуть забегу вперед. Так, это не вперед. Что сделал Цермела? Ну, ясно, что как бы мы можем визуализировать вообще всю шахматную игру, любую шахматную партию и все множество шахматных партий в виде вот такого дерева. Дерево, что оно собой представляет? У него есть так называемые вершины, это какие-то позиции в шахматной игре. И вот есть веточки, это те ходы, которые мы можем по правилам сделать в этой позиции. Соответственно, каждый из этих веточек в свою очередь ведет в такую вот вершину, которая тоже является позицией. И так далее, и так далее, и так далее. Это вот такое гигантское, гигантское дерево. Вот. Здесь вот нарисован фрагмент дерева для другой игры. Это крестики-нолики. Я думаю, что больше людей, которые умеют в эту игру играть. Вот. И тут все более наглядно. Значит, здесь есть такое правило, которое называется обратной индукцией. Вот мы знаем, что есть позиции, в которых уже кто-то выиграл. То есть здесь вот выиграли нолики, да, потому что они построили линию из ноликов. Тут вот тоже нолики выиграли. Ну, если бы там три крестика где-то стояло бы, то крестики бы выиграли. То есть для таких позиций мы можем сразу сказать, вот они все выиграны или проиграны, или ничья. Потому что уже поле заполнено, и никто не может победить. И вот дальше мы можем как бы от таких позиций сделать шаг назад и посмотреть, вот из каких позиций мы могли бы вот эти позиции получить. То есть была такая позиция, да, нолики поставили вот сюда нолик, да, и получилась такая позиция, которая выигранная. И вот мы тогда что можем сделать? Мы можем распространить вот эту оценку выше. То есть можем сказать, что вот в этой позиции, поскольку у ноликов есть ход, который ведет в выигранную для них позицию, значит, эта позиция тоже является для них выигранной. Это доказано. Соответственно, если из какой-то позиции есть хотя бы один ход, который ведет в выигранную позицию, то и сама эта позиция уже является выигранной. Если ни одного такого хода нет, но есть ход, который ведет в ничейную позицию, то позиция ничейная. Ну вот, например, здесь. То есть здесь выиграющих ходов нет, но есть ходы, которые ведут в позицию, в которой ничья. Поэтому эта позиция тоже ничейная. Ну и, соответственно, если нет ни одного хода, который бы вел хотя бы в ничейную позицию, то все, позиция проиграна, ничего уже не поделаешь. Так вот, это правило, по сути дела, Цармелло его не то чтобы открыл, его интересовало, а что же в шахматах? То есть он в шахмат играть не умел, и правильные правила шахматные не знал, потому что в шахматах на самом деле есть два таких правила. Это первое правило 10 ходов, если 50 ходов не двигали ни одну пешку и не взяли ни одну фигуру, то присуждается ничья. И также, если у вас трижды повторилась какая-то позиция в игре подряд, то опять же присуждается ничья. Так вот, Цармелло не знал этого, и поэтому он думал, что иногда в шахматах могут быть такие позиции, из которых может дальше следовать бесконечная последовательность ходов. То есть мы там ходим одной фигуркой, противник ходит другой, мы свою там возвращаем на место, противник тоже возвращает. И так вот мы можем бесконечное количество ходов делать, и неизвестно, чем кончится. И Цармелло интересовало, что в таких шахматах, которые были у него в голове, можно ли за конечное число ходов, ну, конечное число шагов размышления, вывода, установить все-таки для каждой позиции, является ли она выигранной, проигранной или ничейной. И вот он доказал теорему, где показалось, что несмотря на то, что сами партии могут быть бесконечными в таких шахматах, всегда за конечное число ходов, за конечное число шагов размышления, можно доказать, ну, найти истинную оценку позиции. Это теорема Цармелло, собственно. А крестики-нолики упомянутые, это, кстати, игра довольно древняя, и некоторые считают, что она вообще происходит из древнего Египта. Но все-таки такие более реалистичные ученые говорят, что тот факт, что в одном из древнеегипетских храмов найдено таки поле для игры в крестики-нолики, говорит не о том, что древние египтяне умели играть в крестики-нолики, а то, что римские солдаты, которые в этот храм заходили, они там решили сыграть в крестики-нолики. Вот. Но точно известно, что игра была известна уже древним римлянам, но она называлась по-другому. Теоремелло пили, и в ней чуть-чуть отличались правила, потому что, фишками там можно было ходить. Ну, то есть, как бы, не выставлять последовательно их, а потом еще можно было их перемещать. Но выигрывал тот тоже тот, кто три построил в ряд. Вот. Теоремелло пили. А первое, соответственно, первый компьютер, который умел играть в крестики-нолики, это вот Эд Сак. В 52-м году, ну, вот, это кусочек этого компьютера, который умел играть в крестики-нолики. Вот. В принципе, крестики-нолики, игра не очень большая, в ней, если посчитать там количество позиций, учитывая все симметрии, отражения и так далее, и так далее, там всего остается, что-то там около 800 позиций разных, и около 20 тысяч чем-то возможных партий. То есть, в принципе, если очень постараться, то можно дерево для крестиков-ноликов нарисовать полностью. Хотя, конечно, что-то стены нам все равно не хватит, скорее всего. Фон Нейман и Моргенштерн, они, наконец-то, вот это вот правило обратной индукции, которое, в общем-то, в неявной форме Теоремелло использовал, они его, наконец-то, вывели и, значит, записали формально. Самое интересное, что появилось это правило при исследованиях в области экономики. То есть, они, по сути дела, там не просто в какие-то игры играли, а вот Нейман и Моргенштерн, их интересовали конкретные экономические задачи, и вот на примере этих экономических задач они описали эту самую обратную индукцию. Фактически, их работа стала одной из самых фундаментальных работ современной теории игр. Если посмотреть на шахматы вообще, и можно ли к ним на практике применить, индукцию обратную, ясно, что игра очень-очень большая, и в ней очень-очень много позиций, очень много партий, и памяти современной машины точно не хватит, чтобы все их сохранить. Но можно сделать вот что. Есть некоторые позиции, в которых уже осталось мало фигур на доске. Там две, три, четыре и так далее. Вот здесь вот, с учетом, опять же, всех симметрий, отражений и так далее, посчитано, сколько принципиально разных позиций в шахматах остается, если вот на доске столько есть фигур. Томаш Штрохли был первым человеком, который на эту тему защитил диссертацию, после него их было много. И он как раз анализировал возможности компьютерного анализа таких окончаний. «Ферзь с королем против короля», «Ферзь с ладью против короля» и так далее. А это Беллман, который создал метод динамического программирования, по сути дела, одна из первых компьютерных реализаций обратной индукции. Кен Томпсон, вот этот человек, который здесь сидит, с Деннисом Ричи. Ричи — это… Они нам вообще известны тем, что внесли большой вклад в создание Юникса, и Ричи — создание языка C. Вот это первые уже практические эксперименты, конкретно в случае шахмат рассчитывались эншпильные таблицы. Так называемые. То есть, собственно, был создан алгоритм, который позволял, когда у вас осталось совсем мало фигурок на доске, и программа может делать идеальные ходы, абсолютно идеальные. Вот. В 2012 году были посчитаны, наконец-то, некоторые семифигурные окончания. Ну, внешне похожи, да, компьютеры? Те, которые использовались для расчетов. Вот. Но интересно, да, что и сейчас мы свое машинное время с удовольствием тратим на такого рода головоломки. Что вообще было интересного найдено? Компьютеры ворвались в шахматы совершенно кавалерийской атакой. Дело в том, что вот это самое правило 50 ходов, существовавшее, в принципе, еще до компьютеров было известно, что есть несколько исключений, что в некоторых окончаниях иногда есть такие хитрые маневры, когда вы все-таки не берете ни одну фигуру и не двигаете ни одну пешку в течение 50 ходов, но потом все-таки побеждаете. Вот. И оказалось, что, в общем, первые компьютерные анализы показали, что есть огромное количество исключений из правил 50 ходов, и в начале шахматная ассоциация под давлением доказательств стала вводить кое-какие послабления, то есть изменила правило 50 ходов на правило 75 ходов. Потом очень быстро выяснилось, что и 75 ходов мало. Тут шахматисты почесали в головах и решили, что не, все, в пень. Возвращаем правило 50 ходов, потому что что-то мы будем компьютером подыгрывать. Люди все равно за доской никогда это решение не найдут, где вам нужно 120 тихих ходов, какой-то хитрый тонкий маневр сделать, и потом вы за счет него выигрываете. Ну что ж-то, как бы, получается, машина будет четыреть. Как бы, нет, нас это не устраивает. И вернули правило 50 ходов. Вот. Но что было интересно, было, конечно, здесь очень много красивых позиций. Тут вот мат 43 хода, вот здесь мат 127 ходов ставится, здесь 262 хода. Это вот рекордный, ну, насколько мне известно сейчас, мат 549 ходов. То есть если у вас есть знакомые шахматисты, можете им задать, неплохая задачка, чтобы на время заткнуть этих людей. Вот. Значит, что было еще интересного, одно из первых окончаний, проанализированных при помощи компьютеров, это король с ферзем против короля с ладьей. В общем-то, было хорошо известно, что окончание выиграно, и любой, как бы, более-менее сильный шахматист, его был способен выиграть, у другого шахматиста аналогичной силы. Вот. И, в общем, ну, как бы, реально в турнирах сильных шахматистов такие окончания просто не играли. То есть если, как бы, у тебя ладья против ферзя, все, ты сдаешься. Ну, потому что стыдно, как бы, требовать от противника исполнить это упражнение. Вот. Ну, и когда появилась первая программа, которая, Томпсона, которая могла продемонстрировать это дело, пригласили двух сильных шахматистов, один из них, Ханс Берлинар, был целый год чемпионом мира по переписке, ну, и еще одного сильного гроссмейстера, и предложили им исполнить этот мат против компьютера. То есть взяли несколько позиций, и тут начались чудеса. То есть два сильных гроссмейстера оказались неспособны заматовать этого самого короля, потому что в какие-то неожиданные моменты находились какие-то совершенно противоестественные маневры, которые компьютер выполнял, и выскальзывал, значит, из этой матовой сети, которую люди пытались ему сплести. Потому что, ну, в принципе, до этого была такая, как бы шахматиста учат, вот если вам все-таки придется это окончание играть, там, вот вы стараетесь ладью поближе к королю держать, там, чтобы ее у вас не съели, да, там. Но оказывалось, что в некоторых ситуациях, наоборот, самыми сильными ходами, оказывалось, ладья куда-то уходила на край, потом там совершала какие-то совершенно странные маневры, но поймать ее не удавалось все-таки. Вот. То есть, в общем, уже количество собранных лулзов тогда превысило некоторые показатели. Значит, первые компьютеры, которые умели играть в настоящие шахматы с самого начала партии, значит, первый вообще матч, когда две машины сыграли друг с другом, это был матч программы, созданный в Институте теоретической и экспериментальной физики с программой Стэнфордского университета. Вот, отечественная программа его выиграла со счетом 3.1. Что интересно, что до нас дошли исходные тексты этой программы для машины М-20, и это, конечно, ну, скажем так, памятник, да, памятник программистского искусства, потому что писали все тогда в машинных кодах, то есть представьте себе в машинных кодах программа, которая не то что там умеет играть, а хотя бы правила, в которые реализованы, это уже не хухры-мухры. Вот, но это, собственно, машинный код для М-20, и здесь вот комментарии разработчиков, которые они там писали для себя, вот, и там, на самом деле, тоже очень много всяких смешных записей, Таня, не журись, дребедень, шлеп, какие-то стрелочки, в общем, что-то они таким образом для себя записывали. Люди были, на самом деле, очень веселые. Есть книжка, написанная вот этими людьми, собственно, Арлазаром Адельсоном Вельским, она называлась там «Как академик такой-то», там одна из глав, «Как академик такой-то» заставил нас придумать там такое-то программирование. Вот, на самом деле, такая в изрядной степени книжка юмористическая, но в ней вот самые азы того, чем мы и до сих пор пользуемся, заложены. Ну и, оказывается, на самом деле, была еще и вторая программа, путем, как бы, долгой сетевой археологии удалось это установить. Ее руководителем проекта был Михаил Романович Шура Бура. Я, когда эту фамилию слышал, что же она мне напоминает? Где-то я что-то похожее слышал. Оказалось, действительно, что этот человек был прообразом героя Стругацких, романа «Айра, Айра», который, значит, понедельник начинается, в субботу был одним из программистов, собственно, ведущих. И действительно, значит, вот был такой вполне серьезный в очках прототип. Похожий на Берию, мне кажется. Вот. Первое, ну, это наследник программы ETF Каиса. Каиса, значит, это уже, как бы, период такой весны искусственного интеллекта, начала 70-х годов. Каиса выиграла первый чемпионат мира среди компьютерных программ. Ну, это вот турнирная таблица. Ну, конечно, когда сейчас на это дело смотришь, вот любой там шахматный программист знает, что если есть две программы, которые там не очень сильно, скажем так, по силе отличаются, то, чтобы понять, какая из них сильнее, порой недостаточно сыграть даже 10 тысяч в партии между этими программами. Вот. Поэтому, ну, трудно, как бы, сказать, насколько Каиса была сильнее, была ли она сильнее своих соперников. Но это, конечно, ни в коей мере не умаляет достижений. Многое из того, что сделали создатели Каиса, оно используется до сих пор. То есть те алгоритмы, которые были ими открыты, и описаны, это вот на сегодняшний день такой, можно сказать, скелет шахматного программирования. Ну, такие недобрые взгляды времен Холодной войны. Вот. Донской. Надо сказать, что создатели Каиса, они почти дожили до наших дней. Вот. Последний, вот, Дальсон Вельский умер в 2014 году в Израиле, а Битмана в Москве в 2013 году сбила машина. Вот. Ну, видно, люди веселые, которые явно получали удовольствие от того, что они делали. Свитера у них очень модные. Я думаю, что вот такой свитер надо обязательно специалистам по искусственному интеллекту сейчас, да, сделать. Ну, про решение игр, да, мы там немножко говорили о решении, что вот мы можем в некоторых ситуациях сделать систему, которая совершает идеальные ходы, да, когда там мало фигурок на доске осталось, ну, или там сама по себе игра очень простая, да, то есть типа Нима или Крестиков Ноликов. Вот. Решение вообще игры бывает трех видов. Бывают ультраслабые решения, так называемые, это когда мы точно определили исход игры. То есть, скажем, ну, в некоторых играх есть какие-то трюки, например, повторение стратегии противника, да, вот как ходит противник, мы точно так же ходим, да, и мы знаем, что в результате такой последовательности, ну, там будет ничья, например, по правилам этой игры в конце. Поэтому мы можем сказать, что типа в этой игре там ничья гарантирована, да, вот, а если ничья гарантирована, значит, вот мы уже там исход этой игры определили. Вот. Но при этом мы не анализировали там все дерево игры, мы просто вот нашли в нем какую-то там закономерность и ее использовали, чтобы вот это ультраслабое решение установить. Есть слабое решение. Слабое решение – это вот уже очень такая штука практическая. Это вот если на доске мы начинаем со стартовой позиции и, значит, человек делает любые ходы, машина делает идеальные ходы. Вот если, как бы, с самого начала мы каждый раз давали машине сделать тот ход, который хочет сделать она, то в любой позиции возникающей она всегда будет знать идеальный ход. Но если мы в какой-то момент пойдем за машину, да, сделаем не тот ход, который она хочет, а какой-то другой, то мы окажемся в позиции, в которой мы не знаем, что делать дальше. Вот это называется слабое решение. Вот. Такое слабое решение есть, например, сейчас для английских шашек. Я сейчас немножко расскажу подробнее об этом. Вот. Ну, то есть, в принципе, у нас есть программа, которая, ну, идеально, как там, как бог условный, да, играет в шашки. То есть, играя с ней, мы всегда напоримся на идеальные ходы. Вот. Ну, и сильное решение – это когда мы вообще для любой произвольной позиции из этой игры знаем не сильнейший ход. Ну, например, для крестиков-ноликов мы точно это знаем. Вот это решение для крестиков-ноликов. Слабое решение здесь нарисовано. Вот если вы заучите эту картинку, то вы... Можно сфотографировать на телефон и использовать как шпаргалку. Я вас научу. Очень несложно, на самом деле. Вот смотрите. Красное – это куда надо ходить. Да, то есть, вот в начальной позиции ходите крестиком сюда. И дальше смотрите, куда ответил противник. Вот у него вариантов 8. Да, сюда, 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 сюда или сюда он ходит. Вот, допустим, противник пошел сюда. Теперь мы, как бы, делаем зум. Берем вот эту картинку. Больше вся остальная часть нам не нужна будет. И, значит, крестик мы должны поставить вот в это поле, да. Дальше мы опять смотрим, куда противник совершает свой ответ. Ну и так далее. Углубляясь, как бы, зумом внутрь этой картинки, мы будем всегда подсказку в виде красного крестика иметь. Ну, а это, соответственно, для ноликов то же самое. Нолики ходят, как бы, не первыми. Поэтому смотрим, куда крестики пошли. И вот ставим нолик, соответственно, в ту позицию, где стоит красный нолик. И так далее. Вот, как бы, такой трюк, как можно визуализировать слабое решение. Значит, ну, это вот что решили. Что мы до сих пор решили, ну, вот, начиная с Нима, для которого в 1901 году было решение найдено, да, и кончая 2014 год игра Пентаго. Большая часть этих игр мне вообще название ничего не говорят. Не знаю, как вам. Вот. Что здесь есть интересного? Есть вот четыре в ряд, там, всякие крестики, нолики и так далее. Есть шашки. Шашки были решены... Где-то здесь. Надеюсь, я их написал. Есть такая странная игра, которая называется Магараджи и шахматное войско. Это когда у черных есть стандартный набор шахматных фигур, а у белых есть только одна фигура Магараджи. Это такой ферзь, который еще как конь умеет ходить. И вот кто в этой игре выиграет при идеальных ходах? Оказывается, что есть способы. Черных гарантированно поймать этого, значит, Магараджу. Такая революционная игра. Это вот к вопросу о шашках и их решении, которые найдены сейчас. Это так называемая столетняя позиция. В шашках почему столетняя позиция? Дело в том, что дискуссия про эту позицию среди людей продолжалась сто лет. Сто лет люди спорили, могут ли белые, начиная с этой позиции, в английских шашках выиграть или не могут. И было опубликовано много анализов. Шашисты искали косяки в анализах друг друга, приводили контраргументы. И столетняя дискуссия закончилась тем, что был найден вариант, при котором белые вроде бы гарантированно выигрывают в этой позиции. Все продолжалось ровно до тех пор, пока не появилось решение о шашечной игре и не было доказано, что позиция ничейная. То есть оказалось, что в какой-то момент времени находится хитрый, опять же, маневр, который черных от поражения спасает. Поэтому эту позицию переименовали, насколько я знаю, 117-летнюю позицию. История с шашками вообще – это очень драматичная история в таком противостоянии человеческого интеллекта и искусственного интеллекта. Но это, правда, такое противостояние, мне всегда не очень понятно, когда о нем говорят. Но это, как, я не знаю, противостояние человека с подъемным краном. То есть кто победитель в этом противостоянии? Наверное, создатели подъемного крана люди победили. То есть тут вроде бы как бы кто не победит в этом противостоянии по любой конкретной задачке? Это всегда победа людей. То есть просто победа тех людей, которые развлекают себя тем, что они играют в эти игры, или тех людей, которые развлекают себя тем, что они создают программы, которые играют в эти игры. Вот. Мариан Тинсли был гениальным шашистом, и с ним произошла вот какая история. В 90-м году программа «Ченук», которую создал Джонатан Шефер с командой своих студентов из Канадского университета Альберта, выступили, ну, им позволили, шашисты им милостью позволили поучаствовать в чемпионате США по шашкам, и неожиданно программа заняла второе место. После Тинсли, вот. Ну, тут такая штука, что первое место занял чемпион мира, потому что он был американцем, участвовал, естественно, в американском чемпионате, и понятно, что если бы на втором месте оказался бы человек, то это было бы достаточным основанием для того, чтобы состоялся матч на первенство мира, да, потому что это явный претендент. Ну, старперы из ассоциации шашечных сказали, не, не-не-не-не, вот только тут не надо, мы вам разрешили там поиграть чуть-чуть, да, но чтобы вот чемпионат мира, идите в пень. Вот. И Тинсли, он оказался человеком благородным, и он сказал, ну, как бы, если вы так, то я авторитета ваших шашечных ассоциаций не признаю, и я буду играть с машиной. Вот. Организовали первенство мира, значит, и Тинсли его выиграл, надо сказать, он его выиграл, было 33 ничьих, две партии выиграла программа, и четыре партии выиграл Тинсли. Надо сказать, что вообще за всю свою шашечную карьеру Тинсли проиграл, по-моему, семь партий. Вот. Вот. Поэтому это было, в общем, ну, так для него тяжеловато это все проходило. Причем вот в одной из игр, которые он выиграл, программа на десятом ходу совершила ошибку совершенно неочевидную. Тинсли, в общем, на это так посмотрел, сказал, ну, ты об этом пожалеешь. Вот. И вот это пожалеешь, оно через 26 ходов, как бы, машина поняла, что там действительно все проиграно. Ну, вот момент от совершения этого хода до, значит, финальной позиции отстоял на 64 хода. Вот. То есть Тинсли был настолько гениальным игроком, что он видел последствия на десятом ходу того, что произойдет через 64 хода в этой позиции. Ну, конечно, вряд ли он видел конкретный вариант, но он понимал смысл позиции, да, и понимал, что позиция стала проигранной с этого момента. Вот. Вот. Здесь вот нарисовано начало вот этого слабого дерева для шашек. То есть точно известно, что игра ничейная. Вот. И для ходов известны их точно идеальные оценки. Вот ход с девятого на тринадцатое поле, он точно гарантирует ничью белым. А вот другие ходы для них известно, что они, ну, как минимум ничейные. То есть они точно не выигрывают. Вот. То есть. Ну и так далее. Тут ясно, что кусочек нарисован. Тут вот обрезаны какие-то ветки дерева большого. Вот. Но вот, да, есть способы и в три хода проиграть. Вот. Как выяснилось. То есть вот уже после такой последовательности ходов, вот 12-16, 24-19, 9-13, позиция становится уже гарантированно проигранной. Вот. Но кончилось все таким образом, что был организован матч-реванш. Тинсли сыграл в нем 6 игр всего, все ничьи. Почувствовал себя плохо и у него диагностировали рак. И, в общем-то, после этого он уже долго не прожил. И в 95-м году Ченук выиграл в Леферте. Это был наследник Тинсли на шашечном троне матч. Очень упорный тоже. 31 ничья. Единственная результативная партия. Вот. И с тех пор уже люди никогда ничего в шашках противопоставить компьютерам не могли. И как раз вот эта же команда, команда Шефера, она продолжила свою работу. И это привело к решению шашек, о котором мы сейчас говорим. Ну, это что происходило с Ди-Блу. Это очень, конечно, такой, скажем так, серьезно разрекламированный матч. Там все никак в шашках было. Вот. Тоже две партии Каспаров. Два, точнее, матча сыграл Каспаров с Ди-Блу. Первый выиграл, второй завершился в пользу Ди-Блу. Много было тоже всякого медийного шума на эту тему. Но, ну, Каспаров, например, заявил, что там где-то человек прятался. Я знаю, компьютер так ходить не мог. Вот. На что, как бы, создатели предъявили логию расчетов. Показали, что, как бы, ну, это действительно машина. И вот она думала вот так. Вот. Ну, конечно, это был проект такой во многом рекламный. Надо сказать, что сам вот этот компьютер, который Ди-Блу, это не просто там шахматная программа, работающая на каком-то просто очень там быстром, хорошем компьютере. А это компьютер, специально созданный для игры в шахматы. То есть там были специальные микросхемы, которые выполняли специфические шахматные вычисления. Да, и там это огромный инженерный проект был в первую очередь. Вот. Значит, и надо сказать, что если вот сравнить современную персоналку, ну, прошло уже 20 лет, да, с момента, когда был создан Ди-Блу. Но до сих пор современная мощная персоналка все равно в 300 раз медленнее примерно, чем Ди-Блу, значит, был в 96-м году. Вот. Но во многом вот этот матч Каспарова с Ди-Блу, он породил такой распространенный миф. Связанный с тем, что людям кажется, что компьютеры выигрывают у людей, потому что они очень-очень быстро считают. Вот. Компьютер тупой, но он считают быстро, а человек умный считают медленно, но хорошо. Вот. Значит, и я тут чуть-чуть написал всяких чисел, я сейчас объясню их смысл, тут все несложно. Значит, представим себе, что компьютер действительно такой, как думают многие люди. Он действительно просто быстрый, но он перебирает все возможные варианты. Вот. Вот в среднестатистической шахматной позиции можно сделать 35 разных ходов. Ну, конкретно вот в этой можно сделать 42, да, но в среднем 35. И вот если компьютер будет все-все возможные ходы просматривать, то он будет, значит, для просмотра в глубину на один полуход, то есть ход одной стороны, просматривать 35 позиций, да, то есть 35 ходов, из них получилось 35 позиций, мы их проанализировали. На два полугода в глубину состоится на 35 в квадрате. 35 умножить на 35. На 3 еще на 35 умножаем. Ну, и так далее, и так далее, пока не получаются числа, уже названий которых мы не знаем. Вот. Что будет, если разные компьютеры будут таким образом считать? Вот Каиса в 71 году умела, мы знаем, 200 позиций просматривать в секунду. 99-й год, Шреддер, это там 20 тысяч примерно позиций на персоналки обычные, типа там Pentium с 100-мегагерцового. Стокфиш, это вот, ну, прошлый год, мой там, не знаю, ноутбук, миллион позиций в секунду, да, там в середине игры где-то. Ну, и Deep Blue в 98-м мы знаем, что больше 300 миллионов позиций в секунду он мог себе просматривать. Вот. И если, если даже Deep Blue считал бы, значит, вот это полное дерево для подобной позиции, а эта позиция не просто позиция, это мат 6 ходов. Задачка там из сборника задачи для шахматистов. То есть, чтобы найти решение, нужно на 12 полуходов просмотреть все варианты. И вот когда мы на 12 полуходов все варианты просмотрим, мы найдем это решение, да. Вот. Соответственно, 356 лет Deep Blue понадобилось бы, чтобы вот в этой позиции путем полного перебора найти этот мат. Я специально подставил эту позицию в современные шахматные программы. И мне, честно говоря, не удалось сходу найти такую, которая бы дольше трех секунд искала решение для вот этой позиции. Вот. Но это первое такое доказательство. Второе еще проще. Мы можем взять сейчас современный компьютер и на нем запустить две шахматные программы и играть друг с другом. Вот там у меня, кстати, в уголке стоит ноутбук, на котором играют между собой шахматные программы. Вот. Если вы на современном компьютере запустите программу чемпиона 2015 года против программы чемпиона 2008 года, то разница будет 300 пунктов. Элла, ну, для тех, кто не знает, что такое пункт Элла, значит, примерно из 27 партий одну будет выигрывать слабейшая сторона, а 26 партий будет выигрывать, соответственно, сильнейшая сторона. То есть вот этот прогресс 300 пунктов, который за 7 лет был сделан, был сделан не за счет того, что быстрее остановилось железо. Он произошел только за счет того, что совершенствовали те методы и алгоритмы, которые лежат в основе шахматных программ. То есть на самом деле шахматная программа не анализирует все возможные варианты, да. Какие-то варианты она рассматривает на более перспективные, на большую глубину, какие-то на меньшую глубину. Вот. И там за этим делом стоит куча всякого интеллекта, всяких сложных алгоритмов, которые это делают. Моя шахматная программа сейчас это 40 тысяч срок кода. Вот. Ну, еще тоже немножко про брутфорс и быстрый счет. Такая есть притча про Магараджу и ушлого чувачка, который там, значит, Магараджа что-то сделал, на что Магараджа, значит, сказал, проси, что хочешь у меня. Вот. Ну и, в общем, человек говорит, слушай, ну давай вот сделаем так. Возьмем доску шахматную и будем класть на нее зернышки. Пшеницы, там, риса, чего-то, да. На первую клетку мы положим одно зерно, на вторую два, на третью четыре, потом восемь, шестнадцать, тридцать, шестьдесят четыре. Каждый раз два раза больше будем класть. И вот сколько на доске скопится зерна, вот ты мне столько отсыпешь. Ну, Магараджа говорит, ты что, дурачок, Либо? Вот, говорит, ну сколько там на этой доске, да, зерен-то будет, горстка там. Не, ну давай, ну давай, ладно, значит. Магараджа позвал визирей своих, и они стали, значит, считать, да. И очень быстро выяснилось, что у Магараджа такого количества зерна нет даже близко. Выяснилось, что ни на какой доске оно никогда не вместится, и, скорее всего, даже и во всем мире столько зерна нету. Вот. И, ну, говорят, все-таки все кончилось хорошо, то есть головами отрубили чуваку, по крайней мере. Вот. Но представим себе такую же доску, на которую мы кладем на первую клеточку не одно зерно, ну, там, на первую клеточку одно кладем, а вторую в тридцать пять раз больше. Да, мы помним, что тридцать пять возможных ходов в среднем шахматной позиции, да, сюда будем класть тридцать пять, сюда там тридцать пять умножить на тридцать пять и так далее, и так далее. И вот выясняется, что количество атомов в видимой части Вселенной закончится где-то вот, ну, в районе вот этих клеток. Вот. То есть представьте себе количество возможных шахматных игр, да. Есть даже такое число Шеннона, это примерная оценка, сколько существует неповторяющихся шахматных партий. Ну, там есть разные его оценки, это отдельное интеллектуальное упражнение, попробуйте уточнить эту величину. Вот. Но разница между числом шахматных партий и количеством атомов в видимой части Вселенной составляет примерно 10 в сороковой степени. То есть вот если вы число атомов умножите на число из единицы и сорока нулей, то получится примерно количество возможных шахматных партий. Это говорит о том, что, скорее всего, какими бы быстрыми компьютеры бы не были, они никогда полностью шахматную игру до конца просчитать не смогут. Вот. Просто из-за того, что есть физические ограничения там, да, на квантовом уровне, которые не позволяют вычислять быстрее, чем некая скорость. Вот если сравнить на самом деле, да, то есть а что же мощнее, да, то есть когда говорят, что компьютеры brute force, да, они такие мощные, у них мощные учительные способности. Я бы попробовал прикинуть. Несколько раз, правда, ошибался, но вот вроде в этой презентации все уже хорошо посчитано. Вот в мозге примерно 8,6 миллиардов нейронов в среднестатистическом и 150 триллионов синапсов. Синапс — это нервные отростки, которые связывают между собой клетки мозга. Каждый синапс представляет собой примерно тысячу молекулярных триггеров. Вот. Ну, это там молекулы, которые могут определенным образом конфигурироваться. Вот. То есть можем так очень-очень-очень грубо, спекулятивно сказать, что один синапс — это тысяча транзисторов обычно, да. И вот дальше мы можем помножить 150 триллионов на тысячу этих самых триггеров. И выясним, что в мозгу вот примерно 150 квадриллионов транзисторов, если его вот в транзисторах пересчитать. Вот. Что с компьютерами? Самый большой общий процессор Spark M7 — 10 миллиардов транзисторов. 10 миллиардов. То есть здесь 10 миллиардов, а здесь 150 квадриллионов. Но есть, конечно, матрицы чуть-чуть побольше вентильные, они еще в два раза могут быть больше. И у компьютера, у него есть такое преимущество, что он считает быстро. То есть мозг примерно со скоростью 1000 Гц меняет состояние там свои. Вот. То есть 1000 раз… значит, 1 Гц — это одно колебание в секунду, да, вот 1000 колебаний в секунду. А компьютер, значит, вот конкретно Spark M7 — это 4 ГГц, там 4 с чем-то, да. Самая мощная вообще рекордная частота для процессора — 8 ГГц с половиной почти, да. И поэтому мы можем как бы умножить количество транзисторов на вот скорость, да, грубо говоря, и здесь тоже. Но все равно разница получится в самом даже оптимистичном, при самых оптимистичных прикидках в один порядок, то есть в 10 раз. Но скорее даже вот в два порядка. Пока что мозг быстрее, чем самый быстрый процессор, да. Другое дело, что мозг выполняет… мозг не умеет быстро считать, например, да, ну, как нам кажется, да, хотя на самом деле умеет. Вот. Он выполняет какие-то более сложные обычные операции, распознавание образов, там, что-то еще, да. Игра в шахматы — это тоже не счет, это не суммирование, не произведение чисел, это гораздо более сложные операции. Вот. И, значит, вот это вот различие, которое пока еще осталось, да, в такой брутто-производительности мозга и машины, оно определяет то время, которое нас отделяет от того момента, когда мы теоретически сможем при помощи электронных машин создать модель мозга, некую копию мозга, которая будет там в реальном времени функционировать на такой машине. Ну, вот Ray Kurzweil оценивает, что там где-то в середине 2030-х это произойдет, да, там, специалисты компании IBM говорят, что где-то там в районе 2029-го года. Если вот пересчитать просто скорость, скорость, с которой растет частота и растет количество, значит, транзисторов в процессорах, то где-то нас от этого момента отделяют там от 5 до 15 лет. Вот. Где-то так. Две школы искусственного интеллекта. Изначально вообще искусственным интеллектом занимались две крупные академические школы. Одна называла себя школой Чистюль, другая школой Грязнуль. В чем вообще их разница и разница в тех подходах, которые они применяли. Чистюли — это математики, в первую очередь, которые настаивали всегда на том, что те алгоритмы, которые лежат в основе системы искусственного интеллекта, должны быть обязательно формально обоснованы, да, то есть обязательно должно быть обоснование, логическое, либо статистическое обоснование, по крайней мере. Вот. А Грязнули — это, в общем, такие ребята, которые говорили, что, в принципе, искусственный интеллект хороший — это тот, который решает задачу, которая перед ним стоит. При этом, как он это делает, из чего мы там это решение собрали? Может быть, из палок и скотча мы склеили, да, но если это работает, значит, это хорошая система искусственного интеллекта. Вот. И в известной степени современное состояние дела в искусственном интеллекте таково, что реально применяемые для решения разных интеллектуальных задач системы, они являются синтезом этих двух подходов. То есть где-то вот мы что-то доказали, и мы, соответственно, можем без особых проблем точное формальное решение предложить, где-то — нет. Вот Грязнули, они предлагали вообще такой термин, как хэкинг, и они были основными из его популяризаторов, то есть они говорили, что мы задачу ломаем. То есть вот у нас есть задача, мы там ищем какую-то трюку, при помощи которого мы, обладая гораздо более примитивным вычислительным устройством, чем человеческий мозг, все-таки находим возможность как-то решить эту задачу. Много было сделано очень зрелищных систем и представителями одной и другой школы. Что вот, например, в шахматах сейчас происходит? Шахматы долгое время это было вот место, где Грязнули, копались в своем вот этом, вот всем, что там было. То есть там очень много было именно искусства, а не такой вот строгой науки. Кто-то придумал какой-то трюк алгоритмический, и его там все стали использовать. А почему? Ну, потому что лучше стали программы играть. Добавил туда какой-нибудь алгоритм, да, там, февристику пустого хода, и программа стала играть лучше. Почему она стала играть лучше? Где вообще статья, где 10 диссертаций, которые обосновывают и говорят, что надо вот именно так делать? Вот, нету, но как бы в практику внедрено. Но со временем как бы происходит, как бы, очистка. То есть вот была старая эвристика, например, там... Ну, эвристика — это вообще как бы какой-то неточный алгоритм, да, именно трюк. Что мы, когда в дереве натыкаемся на позицию, где шах, мы глубину просмотра на один полуход увеличиваем. Ну, добавляем такое в программу, программа начинает лучше играть. А почему именно на один полуход? Может быть, надо не во всех позициях на один полуход углублять. Может быть, как бы иногда нужно на два полухода, да, например, когда малые фигуры на доске. Или, например, если две позиции подряд шахами идут, то надо прибавить не два полухода глубине, а три, да, то есть... И вот только сейчас есть исследования, которые, ну, уже как бы формально обосновывают оптимальную... Оптимальность этого алгоритма, да, что вы должны вот в таких-то узлах там... Вы должны на один полуход там глубить, а в таких-то узлах не должны. Нейронные сети, которые лежат в основе многих современных, систем искусственного интеллекта, вообще начинались тоже в очень интересной такой атмосфере. Это конец 40-х годов. Орен Маккалок, американский нейропсихолог, нейрофизиолог. Питц и Хенб. Вот они придумали такую модель искусственного нейрона. Значит, ну, это сумматор, некая логистическая сумма входов. Вот. Что, на самом деле, в это время происходило? Все они были, конечно, энтузиастами. Если Хеб... Если Маккалок-то был еще худо-бедно, значит, ученым академическим, да, то Питц вообще, как говорят, начинал с самых низов и был забулдыгой, алкоголиком, который, значит, заинтересовался этой тематикой. Вот. Но поскольку человеком был одаренным, он в этом себя нашел и стал таким очень сильным помощником Маккалока. Вот. Вели они все достаточно богемный образ жизни. Вот. Говорят, что, ну, по крайней мере, в книгах воспоминаний написано, что вот эту вот модель, первую модель искусственного нейрона, они изучили, значит, напившись виски, там, где-то сидя на полу, значит, и вот им все-таки пришла в голову идея, какая должна правильная функция лежать в основе такого нейрона, и как можно вот из таких нейронов собрать сетку, которая будет решать какие-то, ну, там, хотя бы самые-самые примитивные задачи. Вот. В принципе, очень часто наука начинает именно с попытки скопировать то, что есть в живой природе. Такой подход называется бионикой. Значит, Леонардо да Винчи для того, чтобы там создать первую модель летательных аппаратов, занимался долгое время тем, что изучал, как птица летает, как у нее там перемещаются крылья во время полета. Значит, в этом плане специалисты в области компьютер-сайенсы, они тоже начинали с того же самого, да, то есть, как бы, мы точно знаем, что вот есть в природе такой объект, как мозг, и вот он, как бы, задачи интеллектуальные решать умеет. Поэтому давайте-ка попробуем, может быть, его хотя бы частично скопировать, и полученная система, она там, наверное, какие-то сможет интеллектуальные задачи решать. Вот. Ну, в основном такой подход возникает от нехватки уверенности в себе, да, то есть, ну, мы не знаем, может быть, интеллектуальные задачи можно решать как-нибудь лучше. Соревенные самолеты не машут крыльями, да, и вертолеты, ну, тем более не машут крыльями. И летают они лучше, чем птицы, да, там на большее расстояние, не знаю, там, больше мощности у них и так далее. Но, значит, тем не менее, это, по крайней мере, нам дает гарантию, что если мы сделаем такую копию птицы, которая будет так же, как птицы, крыльями махать, наверное, она полетит. Вот. И здесь примерно похожая была ситуация. Маккалок, кстати говоря, был довольно талантливым, на мой взгляд, поэтом. Я как-нибудь, может быть, попробую перевести это на русский язык. Вот. Писал он вот о воздушных замках, которые рушатся на землю. И, на самом деле, работа их действительно представляла собой строительство воздушных замков. То есть, представляете, вы находитесь, как бы, пишете, создаете науку с чистого листа. Вы садитесь с своим другом и за вискарем придумываете новую научную концепцию. Вы неделями работаете над ней, неделями выстраиваете ее, добавляете туда какие-то вычисления и так далее. И потом оказывается, что это, ну, это тупиковый путь, да. Вы понимаете, что вы пошли не по той дорожке. И вы берете всю вот эту кучу бумаги, собираете ее, выбрасываете в мусорное ведро и начинаете снова с чистого листа. И не случайно люди, которые начинали создавать эту науку, были не просто сухими академическими учеными, а были, прежде всего, людьми, наполненными такой очень своеобразной страстью к тому, чем они занимались. Но забавно то, что во многом вот эти их там особенности, они потом наложили на само это направление определенные отпечатки. То есть начинали они вообще работать с Норбертом Винером, известный создатель кибернетики, науки об управлении. Вот. Но, значит, Винера вообще, они ему тоже жутко нравились, они там работали все вместе. Вот. Но это очень не нравилось жене Винера. Потому что так можно было наработаться так, что, как бы, ну, утратить некоторые свои лучшие качества. И она вообще искала способ, как бы их, значит, там все-таки это, чтобы они поменьше общались. Вот. Есть исследования тоже, вот, недавние биографов, что вроде бы, как бы, там тоже была подстроена ссора между ними. Вот. К счастью, они не стали, значит, разойдясь, не стали, как бы, из этого идеологические противоречия придумывать, да. То есть, там, не знаю, Макалок не сказал, что вот Винер то, что делает, это все неправильно, и мы теперь, там, понимаем, что он какую-то фигню придумал. Вот. Нет. То есть, такого у них, к счастью, не случилось. Но, тем не менее, люди разошлись. И, может быть, именно поэтому сейчас, когда мы говорим, скажем, об искусственном интеллекте и компьютер-сайенс, мы не говорим о кибернетике, да. Потому что Макалок и создатели нейронных сетей никогда не называли кибернетикой то, что они делали. Они называли кибернетикой во многом потому, что, ну, как бы, патент остался у Винера на это название. Вот. Ну, это вот настоящая нейронная сеть, так как мы ее себе представляем. Ну, один из уровней организации, да, без вот последних открытий, там, насчет астроцитов и, там, каких-то еще второй сетки, которые там они образуют. Вот. Нервные клетки, они соединены такими отростками. Вот. Синапс – это место, собственно, контакта, да, отростка с входящей частью отростка с дендритом, да, нервной клетки. И сигналы распространяются через вот эти цепочки между нервными клетками. Каждая нервная клетка может содержать, ну, иметь определенный потенциал. Вот. И достаточно хорошо реально, работа реального мозга согласуется с вот этой математической моделью. То есть оказалось, что Макалок и Титс действительно не ошиблись. То есть действительно, как бы, это логистическая сумма входов. И работает это вот очень похоже на те модели, которые мы имели уже в конце 40-х. Фрэнк Розенблат – очень яркая фигура, создатель первых, так сказать, коммерчески применимых нейронных сетей. Очень был нетерпеливый человек. Он решил, что, ну, мы не можем ждать, пока наши электронные машины станут достаточно быстрыми, чтобы на них эмулировать работу мозга. Поэтому он решил мозг спаять просто там из, как бы, олова и прочего. И спаял. То есть это вот такой модуль, там такие триггеры нейроны и вот эта вот куча проводов. Это синапсы, которые их связывают. Вот. Серьезный такой мужчина, да, похож на нерда. На самом деле был весьма тоже непростым чуваком. Ездил на красной спортивной тачке. Вот. Очень девушки, говорят, его любили. И вообще начинал вот он с перцептронов вот этих. Собственно, он придумал это название перцептрон. И, значит, эти перцептроны реально использовались в анализе некоторых экономических задач. Он продал банкам несколько вот таких вот собственноручно изготовленных штук. Вот. Потом, правда, он занялся странными вещами. Значит, он пошел работать с нейрофизиологами и занимался, воплощал следующий ритуал. Значит, они брали крыс, учили их, тренировали их проходить определенный лабиринт. После этого крыс умерщвляли. Брали мозг такой крысы, размалывали его в кашицу и кормили других крыс этой кашицы. Вот. И после этого смотрели, будут ли вот эти крысы, которые были накормлены этой кашицей, лучше проходить этот лабиринт. Или не будут. Выяснилось, что, в общем, не очень помогает. Но помимо того, что это, конечно, вкусная и здоровая пища, и крысам она нравилась. Вот. Но первым крысам это не очень, наверное, нравилось. Вот. Тем не менее, вот это показывает широту, так сказать, интересов этих людей. Розенблак читал довольно прикольный курс для студентов, в котором, ну, рассказывал вообще обо всем понемножку. И про крысы, и про перцептроны, и про поэзию. Вот. Многие его ученики сейчас — это крупные фигуры в сфере искусства интеллекта. Но это вот тачка, на которой он ездил для полноты картины. Это... Его кота звали Тобер Мори. Тобер Мори — такой рыжий кот у него был. Вот. А это то, во что превратилось то, что сделала Розенблак сейчас. Это нейроморфический процессор, разработанный IBM. Значит, вот эта железочка, значит, в ней 1 миллион нейронов и 256 миллионов синапсов. То есть выполненных на одном вот таком, на одной плате. Вот. IBM открыла целый университет для развития этой технологии. И считается, что как раз вот TrueNord, а возможно, точнее, его там более новые версии, станут основой для первого компьютера, который будет эмулировать работу мозга человека в реальном времени. То есть берем таких вот штук, они как раз архитектурно максимально приближены к настоящему мозгу, соединяем их опять же в большую метасеть и получаем платформу, на которой можно эмулировать работу большой нейронной сетки. Виннер, уже упомянутый, нельзя его не упомянуть, потому что, конечно, во многом Виннер это был тот человек, который смог заинтересовать инвесторов этой тематикой. И основными инвесторами, конечно, во время весны искусственного интеллекта были военные. Военным вообще идея сама по себе понравилась. Наверное, можно сделать какую-нибудь штуку, которая будет хорошо воевать, если заложить в нее эти принципы, открытые этими, в общем, странными ребятами. Вот. И Виннер, во многом его работы легли в основу теории автоматического управления, и в сегодняшний момент управляющие системы, которые там принимают решения в самых разных областях экономики, техники, они основаны на идеях Виннера. Мы, вот, например, используем тоже в некотором смысле в военном плане некоторые наработки теории автоматического управления, когда работаем с проблемными активами и взыскиваем с должников их долги. То есть колл-центр – это система, основанная на принципах кибернетики, которая обзванивает людей и ищет оптимальную, так сказать, стратегию обзвона. Значит, Марвин Минский – это человек, с одной стороны, совершенно легендарный в области искусственного интеллекта, с другой стороны, с ним связано, ну, скажем так, некоторое похолодание, которое на десятилетия наступило в этой области в 80-е годы. Дело в том, что Минский написал вместе с другим известным специалистом из области искусственного интеллекта Папертом книжку «Перцептроны», где, собственно, критически обобщал те опыты, которые проделал Розенблат и его, так сказать, последователи. И в целом, несмотря на то, что эта книжка была действительно такой фундаментальной, обобщающей работой достижений в этой сфере, она была проникнута духом пессимизма. И многие люди, еще не совсем верно истолковав некоторые соображения Минского, они пришли к выводу, что нейронная сеть не может решить, нельзя при помощи нейронной сети построить систему, которая будет реализовывать функции, исключающие или. Вот. Ну, здесь, на всякий случай, нарисована нейронная сеть, которая рисует, собственно, реализует эту операцию. Но, тем менее, реально многие академические даже специалисты, когда заходил разговор о нейронной сети, говорили, а, ну, это такая, это та самая фигня, которая не умеет КСОР делать, ну, ладно, выкиньте, посмотрите на нее и выбросите. Вот. И в течение 10 лет о нейронных сетях практически забыли. То есть, с конца 70-х, в течение всех 80-х годов, до начала 90-х, никто, в общем, в большом счете и не помнил про нейронные сети. Ну, потому что, что такое были нейронные сети, там, у Розенблата, да, его этот перцептрон, это было, ну, там, сотни нейронов максимум, да, то есть, ну, может быть, несколько сотен. Но точно не больше. Вот. А такая нейронная сеть, конечно, ну, то есть, ну, даже у червя, да, там, какого-нибудь у него, и то уже больше, наверное, этих нейронных клеток в нервной системе. Вот. Но потом, когда машины стали быстрее и стало больше просто людей, как бы, склонны к безумным экспериментам, вот, кто-то снова раскопал нейронную сеть и стал ее применять на разных экономических, опять же, задачках с начала 90-х годов. И выяснилось, что работает она, в общем-то, очень неплохо. Вот. И качество тех решений, которые дает нейронная сеть, состоящая из, там, нескольких десятков тысяч нейронов, оказывается лучше, чем у каких-то, там, методов полиномиальной, мультимомиальной регрессии, которые применялись в экономике. Вот. И с начала 90-х нейронные сети стали использовать, как, вот, модели для ленивых, да, у вас есть какой-то массив данных, и вам нужно, ну, сделать систему, которая будет на основании факторов делать какое-то предсказание, да, у вас есть, не знаю, там, человек, который обращается за кредитом в банк, вы знаете его возраст, пол, там, вес, я не знаю, вы можете еще какие-то замеры с ним произвести, да, и вас интересует, как бы, вернет он кредит или не вернет, да, у вас накоплен уже большой массив данных, что люди вот с такими-то параметрами, такой-то человек вернул долг, а такой-то человек не вернул долг, да, и вот у вас там несколько сотен тысяч, как бы, кейсов. Вы берете это дело, все, пихаете в нейронную сеть, то есть говорите, что вот у вас на входные нейроны должны быть поданы потенциалы, соответствующие полу, возрасту, там, и так далее, да, там, и прогоняете через эту нейронную сеть, там, методом, backpropagation, там, и какие-то есть разные другие способы обучения нейронных сетей, там, метод обучения с учителем, вы ее обучаете, и вот вы получаете какую-то нейронную сеть, теперь вы подаете на ее нейроны входные значения, соответствующие тому человеку, насчет которого вы сейчас хотите принять решение, и на нейронной актере она вам выдает вероятность того, что он, как бы, вернет или не вернет. Вот. Чем удобно? Удобно тем, что вы вообще не заморачиваетесь тем, как эта модель построена. Вот у вас есть нейронная сеть, вы ее обучили на массиве, и она вам дает уже неплохие решения. По крайней мере, это можно сделать быстро, и можно оценить дальше точность тех решений, которые она дает. И дальше вы, если разрабатываете какую-то более хитрую модель свою, там, кастомную, вы можете сравнить, что нейронная сеть вот такую точность имеет, это значит, что ваша модель, ну, точно не должна быть хуже, как минимум. И вот с самого начала 90-х нейронные сети начинают именно так использовать. Вот. А сейчас нейронные сети используют гораздо более забавными способами, например, для обработки изображений. Дело в том, что вот, поскольку Розенблат в свое время создал странную моду по убийству крыс в сообществе людей, занимающихся искусственным интеллектом, в конце 90-х, начале 2000-х крыс стали убивать уже с большим умом. Вот. В частности, значит, брали крысу, ее мозг аккуратно извлекали, нарезали тонкими-тонкими по несколько микрон слоями, вот, и дальше, прогоняя все через сканирующий микроскоп, получали, значит, фактически срез, набор вот этих срезов, трехмерную структуру нейронов со всеми их связями, которые там есть в зрительной коре, например. И дальше сделали веселую игрушку, она до сих пор есть в интернете, там любой может зарегистрироваться на одном из сайтов и поиграть в такую игру, она называется «Раскрась мозг крысы». Вот. То есть вам дают случайным образом срез мозга, и вы должны по определенным заданным законам его раскрасить. Ну, там, просто при помощи маркера такого, пиксельного. Вот. И если вы правильно это сделали, вам там много очков за это дают, там, вы молодец. А если плохо сделали, то все не за счет. Ну, и там есть топ-лист, можно мериться, там, да, постить в соцсетях. Вот. Ну, это вообще называется такая гражданская наука, civil science, когда, как бы, нет способов выбить деньги под дорогой компьютер, привлекают добровольцев и, ну, как-нибудь их радуют. Вот. И на основе вот этого исследования была достаточно хорошо изучена структура нервной ткани в зрительной коре. Вот. И появились так называемые сверточные нейронные сети. Вот. Которые достаточно неплохо помогали решать целый ряд задач, связанных с обработкой изображений. Вот. И вот этот проект Departee, значит, он позволяет что сделать? Нейронную сеть натренировать на основе стилистики какого-то, например, художника, запихнув туда энное количество работ этого художника. Потом взять картинку какую-то любую, мою фотографию, например, вот, загрузить туда и на выходе через какое-то время получить изображение стилизованное, выполненное в стиле соответствующего художника. Вот. Но это тут некоторые, так сказать, там, вещи такого рода. Но это я чуть-чуть... Я не могу чуть-чуть не подпустить какого-нибудь конфликта, да, в этот рассказ. Вот. Когда читаешь какие-нибудь новости, то начинают вянуть уши, и хочется срочно бежать и рассказать всем. Они врут! Вот. На самом деле, Анатолий Левенчук, я с большим уважением к нему отношусь, как к специалисту даже в области машинного обучения. Вот. Но просто конкретно он, видимо, не очень хорошо знал, что происходит в мире шахматных программ. Вот. И вот что получилось тут. Вот. Такая новость распространилась в том, что программа за 72 часа самостоятельно научилась играть в шахматы. Лучше гроссмейстеров. Вот. Ну, я вначале почитал, думаю, какая-то фигня, наверное, там. Вот. Но когда уж я от специалиста из своей сферы услышал такое изречение, что вот появилась программа, которая сама научилась играть в шахматы, и все те тысячи программистов, которые работали над проектами по созданию шахматных программ, вместе с кучей гроссмейстеров, они все уволены, они больше не нужны, вот. Вот. Могут отдыхать. Вот. На самом деле, конечно, шахматными программами, во-первых, кто бы их уволил, потому что коммерческих проектов-то сейчас осталось с гулькин нос. Во-вторых, над одной шахматной программой обычно работает один программист, реже иногда бывают два или три. Самой большой командой, по-моему, по созданию шахматной программы была команда КАИС, ну и, может быть, вот ДИПБЛУ по количеству задействованных программистов было похоже в этом плане. Вот. В-третьих, что на самом деле в 2015 году произошло, и что это был за такой проект? Программа называется «Жираф». Я автор ее, в общем, так шапочно знал по одному из форумов, где тусуются шахматные программисты. Вот. Его, собственно, что он сделал? Это вообще не первый был проект подобный. Дело в том, что современные шахматные программы все чаще обучаются на огромных массивах шахматных позиций. Например, моя шахматная программа обучена на массиве с 25 миллионов позиций. У меня есть там стоящие в спальне «Аксион» 20-ядерные, которые ночами, значит, там считают. Считают, подбирают параметры оценочной функции, чтобы программа лучше играла. Вот. Ну и это есть примерно у всех, у кого есть, спальня и 20-ядерный «Аксион». Вот. Да. Но на самом деле можно, конечно, и больше вычислительной мощности привлечь, но для этого надо сильнее как бы запасть на это. Инвидия, там есть нюансы, почему не очень хорошо в шахматах матричные эти все процессоры используются. Вот. В идеале-то вообще взять FPG-матрицу вентильную и специально сделать кристалл, который это будет считать, будет быстрее. Но это же нужно как упороться. Вот. На самом деле, что он сделал? Значит, сейчас как все устроено? Там есть, типа, какие-то признаки позиции, которые придумали просто сами программисты, да, там. Ну, типа, такая-то фигурка стоит на таком-то поле, да, или, там, такая-то фигурка стоит на таком-то поле, будучи защищенной пешкой, не атакованной, там, пешкой противника. И вот у каждого такого веса, у него, ну, у каждого такого параметра, как бы, есть какое-то значение, которое им присвоено, там, одна сотая пешки, да, там, две сотых пешки, да, там. Вот. И дальше, соответственно, вы подстраиваете значение всех этих параметров, чтобы ваша, как бы, функция в целом была более точной и предсказывала результат шахматной партии. Вот. И вот автор «Жираф», он что сделал? Он сказал, а давайте мы сделаем такую программу, которой мы не изначально в голову заложим набор вот этих факторов, да, их там несколько тысяч, а мы ее заставим саму из вот этого массива найти эти факторы, да, то есть какие значимы, какие нет. Вот. И он это сделал, сделал это хорошо, написал очень толковую работу, и работает сейчас в Гугле, кстати. Вот. Но, в принципе, в принципе, играет она в силу международного мастера, что для современной шахматной программы, ну, так, типа, фу, позор. Вот. То есть, как бы, программы, которые играют там силу Грассмейстера, их точно несколько сотен, да, если не тысячи уже. Вот. Поэтому, конечно, никакой революции не случилось, вот, никого не уволили, все хорошо, вот, все могут выдохнуть. Но зато, зато в кои-то веки СМИ заметили вообще тему, там, работ в области искусственного интеллекта и вот повеселили публику. А вот что действительно более сенсационного происходило за последнее время, это программы, которые играют в Го. Долгое время вообще, как бы, Го считалось настолько сложной игрой, что, ну, говорили, что компьютеры никогда не смогут хорошо играть в Го, либо очень нескоро компьютеры смогут, ну, на уровне сильнейших людей в эту игру играть. Оказалось, что недолго музыка играла, недолго Фраер танцевал. И вот в этом году появилась первая программа, которая выиграла вначале у чемпиона Европы, потом выиграла у, там, одного из сильнейших, возможно, самого сильного игрока в мире. Значит, что произошло, почему это получилось? Вот особенность Го какая? Во-первых, игра происходит на большее, чем шахматная доска, и в ней в каждый момент времени больше альтернатив. То есть ясно, что банально вычислительное пространство этой игры гораздо больше, чем у шахмата. Но это, как бы, может быть, было бы не бедой, если бы не такая штука, что вот позицию в Го, которая возникла в какой-то промежуточный момент времени, ее очень трудно оценить, потому что оценка позиций требует распознания определенных на ней паттернов сложных. И эта задача сродни распознаванию образов. И не случайно, не случайно прорыв произошел как раз за счет того, что те самые сверточные нейронные сети стали применять к позиции. Вот. То есть, ну, была такая маленькая революция в Го, когда, значит, стали использовать метод Монте-Карло-поиска в дереве. Вот. А сейчас, собственно говоря, вот сюда пришли сверточные нейронные сети. Есть сразу два проекта. Это вот Альфа-Го, которые у Гугла. Вот. И второй проект у Фейсбука тоже. Их исследовательское подразделение сделало сейчас программу, которая сильно играет в Го. Вот будем теперь ждать, когда эти программы будут играть друг с другом, потому что с людьми, наверное, уже стало неинтересно с этого момента. Вот. И вот эти картинки видели те, кто ходили на лекции, например, Раси Казанцевой или каких-нибудь современных наших практических психологов. Задачки про этический выбор. Значит, в чем суть задачки? Едет там поезд или трамвай, и здесь вот на его пути лежат пять связанных человек. Неважно, как они туда попали, кто-то, значит, их сюда поместил. Есть стрелка, у которой находитесь вы. У вас вот есть такой рычаг, и вы можете, повернув этот рычаг, переместить трамвай или поезд на вот эту ветку. А здесь, соответственно, один человек лежит связанным. И вот вопрос встает, вот вы, оказавшись около такой стрелки, что вы сделаете, переключите вы эту стрелку или не переключите? Вот. Ясно, что это как бы непростой выбор в каком плане. Что, ну, с одной стороны, вроде бы чистый калькуляционизм. Здесь там вот четверо или пятеро людей, да, здесь один. Вот. Но с другой стороны, мало ли, может быть, как бы, ну, вот это Эйнштейн, а тут пять Гитлеров лежит, да, там. Вот. Ну, бывают в жизни случаи, да, если уж такое возникло. Вот. И в любом случае вы берете на себя ответственность за смерть человека. Вы решаете, кому жить, кому не жить, да. Вообще не все люди говорят, что надо переключать. Вот. И вот это еще более веселая вариация этой же задачки. Она заключается в следующем. Здесь никакой стрелки нет. Есть все те же пять человек, тот же поезд там или трамвай. Есть переход, на котором стоит такой толстый-толстый мужик. И вот если его сбросить вниз, ясно, что трамвай этот ударится в этого мужика, его убьет, но дальше не поедет. И вот эти люди останутся в живых. И вот вы случайно проходили через этот переход. И что вы будете делать? Будете ли вы толстяка бросать вниз? Вот. Ну, как бы, помимо очевидного фэтшейминга, вот, тут есть и другие факторы, да, которые влияют на принятие нами здесь решения, потому что, ну, одно дело повернуть стрелку, другое дело своими руками живого человека бросить. Ну, опять же, он может быть сдачей, наверное, толстый. Не просто так, может быть, сумоист. Но, значит, тем не менее, в этом варианте задачки меньший процент людей говорит о том, что нужно вмешиваться вообще в это все. Лучше всего отвернуться и боком-боком уйти. Вот. Так вот, все это было забавными задачками для изучения того, как люди принимают те или иные этические решения. Пока не выяснилось, что задачка – это вообще самое, что ни на есть практическое. Потому что как раз сейчас появились первые автомобили с автопилотами. Вот. И уже сейчас принимаются законы, которые позволяют такого рода автомобили выпускать на дороге. Вот. И, значит, что если на самом деле ситуация будет выглядеть таким образом? По дороге едет автоматический автомобиль Google Car. Вы находитесь в нем в качестве пассажира. Пассажира. И вдруг на дорогу выбежало много людей. Да? Вдруг много людей выбежало. Искусственный интеллект, который управляет автомобилем, понимает, что затормозить он уже не успевает в любом случае. Вот. И он может сделать только следующее. Может повернуть руль, съехать на обочину, на которой стоит, ну, более законопослушный гражданин, который не выбегал на дорогу. Какое решение должен принять искусственный интеллект в такой ситуации? Ну, хорошо. Допустим, допустим, в таких ситуациях мы просто по умолчанию принимаем решение, что мы минимизируем число жертв. Мы считаем, что условно жизни людей равноценны, и мы просто минимизируем число жертв. Но у такого алгоритма есть один интересный побочный эффект. В определенный момент времени вы едете на автомобиле, на дорогу выбегает несколько человек, и есть такая опция. Затормозить вы не успеваете, вы можете съехать в отбойник, при этом вы, скорее всего, пассажир машины погибнете. А вот эти люди останутся живы. И вот встает вопрос, захотят ли люди покупать автомобиль, которому в определенной ситуации будет дозволено их убить. То есть вы платите деньги, вы покупаете автомобиль, и вы знаете, что там есть такой алгоритм, где-то какая-то подпрограмма, которая в некоторый момент времени, она как бы не простая, она говорит, так, все, 1-0, съезжаем на обочину. Значит, вот в такой ситуации, может быть, еще проще. Мы можем сказать, что ценность вот этого человека, который сидит в машине, она больше, потому что он заплатил за эту машину. Но это вопрос, начиная с какого количества, вообще вот этих нищебродов, да, начинается момент принятия другого решения в этой ситуации. Вот. Значит, вопрос непростой. Вопрос непростой. Сейчас мы этим занимаемся. Вот. Ну и на самом деле страхов гораздо больше, связанных со суслым интеллектом. Сейчас, в принципе, как бы в фантастике, ну, постепенно, наверное, происходит такой поворот к неужель вернянству, когда наконец-то, значит, появляются позитивные истории на эту тему, да, никогда искусственный интеллект пришел и всех съел, да. Вот. Но, тем не менее, страхов много. Страхи связаны вообще с разными вещами. И не только, так сказать, тут техногенные какие-то возможные ситуации, но бывают и люди боятся того, что, ну, искусственный интеллект будет очень развитым и умным, да. Странники не потому нам страшны и опасны, что они нам будут зло делать, да. Может быть, они, скорее всего, как раз будут делать добро, но они будут делать это добро так, как они его понимают, да. И наше представление о добре с представлением, так сказать, более развитого интеллекта может вообще довольно сильно отличаться. Вот. Есть, на самом деле, как бы, есть много всяких плохих сценариев, и есть два сценария хороших. Вот. Плохие сценарии, вообще, вот, если их так вот очень сильно постараться упаковать в один, они выглядят таким образом, что, значит, вот мы все более и более могущественно становимся в плане, там, тех технологий, которые мы контролируем. Сто лет назад, чтобы устроить апокалипсис, уничтожить еще всю планету, нам бы не хватило банально технологической мощи. В середине, там, 20-го века, чтобы устроить конец света, нужно было, чтобы одновременно, там, тысячи людей, находящихся на руководящих постах в наиболее развитых странах, свихнулись одновременно, да, приняли определенные решения, и все. Значит, а сейчас технологическая мощь продолжает расти, и мы вполне можем, вот, ну, придумать, представить себе какой-нибудь сценарий, типа того, что... Ну, Скайнет, Скайнет, допустим, допустим, может быть, нет. Может быть, все гораздо проще. Есть лаборатория, в которой работают биологи. Они делают генноинженерный вирус, который, в силу специфических взглядов этих биологов, например, уничтожают людей-носители определенной гаплогруппы, ну, принадлежащих к определенной группе национальностей, да, которые нам не нравятся, не нравятся этим людям. Вот. И этот вирус очень вирулентный, да, разработать какое-то противодействие быстро лаборатории могут не успеть, да. А потом окажется, что таких лабораторий не одна, да, вот по числу гаплогрупп вообще возможны, да. Вот. Ну, это я высосал с пальца, да, но это, в принципе, сценарий, для осуществления которого не нужно нескольких тысяч безумцев. Их может быть уже несколько десятков в наши дни. Вот. Ну, опять же, распространять ядерное оружие в страны уже, как бы, неведущие сверхдержавы, да, в какие-то там, насчет руководства которых есть сомнения. Вот. Но это все то, что плохое, и здесь проблема фундаментальная одна, что, как бы, мы в плане биологическом, в плане, там, социальном своем, не очень далеко от верхнего палеолита ушли, а технологически мы уже, там, в 22 веке живем все вместе с вами. Вот. Поэтому в какой-то момент тут вопрос в том, насколько вообще у нас в обществе ответственно мы способны принимать решения, да, и насколько люди окажутся умнее тех организмов, которые в биосфере доминировали в прошлом. Были, например, бактериальные маты, которые там, бактерии, которые съедали, там, то, чего было много в биосфере, да, и размножались экспоненциально, да, то есть, и в какой-то момент они что сделали? Все съели, да, там, выделили много кислорода, который их отравил, да, было много метана, стало много кислорода. Мы сейчас живем, потому что много кислорода. Мы живем, потому что вот эти бактериальные маты оказались глупые, они съели, как бы, то, что было, и сделали то, что, ну, их убило, да, а нам это нужно. Насколько мы, как бы, умнее окажемся в этом плане? Вопрос большой. Я бы, честно говоря, лучше бы вот тому калькуляционистскому искусственному интеллекту доверил принимать некоторые решения общественные, чем нашим политикам. Вот. Ну, а хорошие, хорошие альтернативы такие. Первое, что искусственный интеллект в какой-то момент становится вот, ну, новым, так сказать, венцом эволюции, и наши с ним отношения, они будут, ну, примерно такие, как у нас с приматами какие-нибудь, да. Мы приматов строимся, ну, имеется других приматов, да, кроме вас, значит, шимпанзе, горилл, мы стараемся их не обижать. Ну, так, по крайней мере, ну, прилагаем какие-то усилия. Вот. Ну, и, в общем, нам с ними особо нечего делить, да, мы их там, когда встречаем, не съедаем. Вот. Ну, а искусственный интеллект, он там примет пальму первенства и понесет знамя разума дальше. А мы вот такими обезьянками останемся, которые тут будут просто жить, может быть, даже неплохо. Вот. Ну, и вторая, на мой взгляд, более вероятная опция, это то, что, в определенный момент, при некоторой сложности нашей технологии, когда она превышает сложность устройства нашего собственного организма, сотрется вообще сама разница между нашими инструментами, нашими машинами и нами самими, да. Уже сейчас создаются эффективные интерфейсы машинам мозга, да. Это огромный букет возможностей создает, да, по соединению нас с нашими продуктами, да. В какой-то момент времени не будет ясно, где заканчивается тело человека, где начинается машина, да. И это будет не такая машина, не железка во лбу, да, а это будет какая-то там микромолекулярная структура, например, да, которую каждый там будет легко себе вживлять. Ну вот. Ну вот, наверное, так. Я вижу, стараюсь смотреть будущее с оптимизмом в этом плане, потому что, конечно, прогресс остановить нельзя, и единственная, как бы, защита от последствий развития прогресса это тот же самый прогресс, те же самые технологии. Вот. Спасибо. Вот. Если нам регламент позволяет, я готов ответить на вопросы. У меня микрофон есть, кто хочет ответить на вопросы. Ну, буквально пару вопросов, мы и так очень сильно затянули лекцию. У меня два таких вопроса, они более-менее философские. Как вы считаете, во-первых, можно ли считать... Можно ли по-вашему считать проблему искусственного интеллекта полностью, так сказать, статистической проблемой, то есть проблемой гибкого статистического моделирования и распознания входных данных? И второй вопрос, что вы думаете о взаимоотношениях современного представления и современных технологий в области искусственного интеллекта с проблемой сознания, то есть, ну там, как снести их с теми же мысленными экспериментами вроде Мельницы-Лебницы или Китайской комнаты? Да, сейчас скажу. Вообще, сегодня я буду читать еще одну лекцию, она будет в музее Петрусия Бровки проходить, она там маленькая камерная. В рамках одной лекции, я понимаю, нельзя рассказать, есть очень много вещей, я сегодня говорил не про Тьюринга, не про Китайскую комнату и так далее, я буду чуть-чуть говорить там. Но сейчас я вот что скажу про эти два вопроса. Первый вопрос насчет технологии. Значит, я бы сказал сейчас, в научном комьюнити большая часть специалистов считает, что проблема по большей мере чисто инженерная. Вот, то есть, грубо говоря, если у нас есть точный магнитный энцефалограф, который вот до уровня нейронов позволит сосканировать нам там заряды, вот, то в какой-то момент, когда чисто технологически нужен, мы воспроизведем мозг, воспроизведем его из-из, да. Есть такое полумаргинальное направление, связанное с работами Пенроуза, которые говорят, что нет, не получится, потому что есть квантовая составляющая у этого процесса. То есть, дескать, есть необретенность Гейзенберга, вы не сможете точно как бы померить все важные компоненты для того, чтобы создать копию сознания, да, и поэтому у вас не получится, у вас тыква получится на выходе. Вот. Но сейчас большая часть все-таки комьюнити, она как бы склоняется к первой версии, что все-таки наше сознание и наш интеллект, он кончается гораздо раньше, ну, с точки зрения микроорганизации, чем начинаются какие-то там квантовые эффекты. Вот. Хотя тут много бывает всяких сюрпризов, например, буквально в этом году очередное, казалось бы, мы уже вообще хорошо исследовали, как мозг работает, и проект Blue Brain показал нам, значит, эмуляцию неокортекса крысы, да, там, отдельных колонок, где было показано, что вот в крысином мозгу также абсолютно заряды распространяются, как в этой модели. Вот. Но выяснилось, что есть еще вторичная сеть, вот связанная с астроцитами, и там, возможно, как бы тоже передаются сигналы, и раньше мы как бы этого не учитывали. Вот. Но это вопрос, опять же, вот скорее, да, инженерного характера. Вопрос второй насчет самосознания. Значит, насчет самосознания есть два основных соображения, которые есть в этой сфере. Первое соображение такое, что в принципе самосознание есть не что иное, как отражение нашим сознанием самого себя. То есть наше сознание рассматривает себя само как объект. В какой-то момент там сложная нейронная сеть, обнаружив себя там как объект, неизбежно это самое самосознание выработает. Вот. И в этом смысле, скорее всего, вот механизм, второе соображение, вообще в истории было такое, что самосознание возникло как побочный эффект. Значит, дело в том, что мы социальные существа, и вот когда возникла эосоциальность, возникла необходимость для каждого существа прогнозировать поведение других там членов комьюнити. Для этого возникли так называемые зеркальные нейроны, да, это структуры в мозгу, которые занимаются как раз тем, что прогнозируют действия другого. И вот в какой-то момент, грубо говоря, мы сами себя стали при помощи этих структур оценивать. Мы обнаружили таким образом сами себя, себя как другого. И с этой точки зрения, значит, самосознание — это просто неизбежный побочный эффект сложности системы. То есть, если, значит, нейронная сеть окажется достаточно большой, в ней эти структуры будут, то в ней неизбежно будет самосознание. Вот. Но, конечно, это такой более техно-оптимистический взгляд, да. Конечно, всегда вот то, о чём я говорю, я в известной степени радикал, да, всегда среди даже учёных находятся люди, как в своё время были виталисты, да, которые говорили, что вы никогда не сможете сделать искусственную органику, да, потому что органика — это нечто особое, да, а вот вы никогда не сделаете. Потом сделали, и границы стали отодвигаться. Вот сейчас границы между таким витализмом, проходит, у нас мы поскольку ещё не сделали, и мы не можем продемонстрировать, вот оно, сознание искусственное, да, нету. А в какой-то момент, наверное, будут говорить, что нет, ну, сознание можно, но нельзя там что-нибудь ещё. Вот так. Ещё один вопрос. Здравствуйте. Я переводчиком работаю, у меня такой корыстный вопрос, на самом деле. То есть, как бы, у переводчика есть такое, не знаю, мемы, или как это назвать, понятие, такая страшилка, я не помню, как она точно называется, по-моему, дедлайн 412 или 415, что когда-то придут машины, и работу у нас отнимут, и как бы мы больше не нужны будет. Это вот, то есть, такой условный Google Трослей какой-то. И вот, как бы сейчас, если текст вбить в Google Переводчик, он переведёт так, что будет понятно, но он плохо справляется с техническими текстами, потому что одно и то же слово может в автомобильном сленге значить одно, там, в программежском другое, в садоводческом третье, и плохо справляется со всякими фразеологизмами, крылатыми фразами. То есть, пока есть, как бы, для нас работа. И вот, как бы, вопрос такой, опять же, корыстный, когда начинать паниковать? Смотрите, паниковать нужно сейчас на эту тему, вот, но нужно понимать, что полноценно, как бы, задача перевода будет решена тогда, когда будет решена задача понимания, да? То есть, для того, чтобы правильно перевести фразеологизм и не сказать, что вчера наш кот родил двух котят одного белого, другого афроамериканца, да, как седьмой пронг любил переводить эту фразу, вот. А когда, вообще говоря, такое произойдёт? Произойдёт тогда, когда машина будет понимать, что означает этот текст, да? Вот. Здесь вопрос, как бы, в том числе, сложности, да, количество, ясно, что когда возникла статистическая лингвистика, в принципе, да, отчёт времени начался, потому что вы туда грузите корпуса, если вы накопили достаточное количество корпусов, из которых ясно, как вообще жизнь человеческая устроена, о чём текст и так далее, то с этого момента, как бы, перевод будет, да? Но я бы отнёс момент, вот точку там отсечения, всё-таки где-то после 2030 года, вот. Потому что, ну, мы знаем точно, что нам очень сильно мощностей для понимающей системы, она будет где-то в начале 2030-х, первое время это будет очень дорого и так далее, и будет применяться для более сложных задач, да? Поэтому где-нибудь там уже во второй половине 30-х, там они дойдут и до решения задачи перевода, скорее всего, таким образом, вот. А дальше ещё вторая ограничивающая, как бы, вещь — это корпуса, а корпуса нам купят интернет сейчас, то есть, ну, мы знаем, каким образом, что там почти экспоненциально количество информации растёт в интернете, соответственно, все эти корпуса будут этому интеллекту доступны, он на них обучится и начнёт всё, как бы, переводить лучше людей. Но сейчас, и уже в конце 80-х, как вот помощник человека, да, в конце 80-х была такая оценка, что автоматизированный перевод в пять раз увеличивает скорость, примерно, работы переводчика. Сейчас, наверное, может быть в семь раз, но вряд ли очень сильно больше. Вот. Поэтому вы позаботьтесь, что после 30-го вам нужно будет подумать о том, чтобы вживить себе там интерфейс машины мозг, вот, и как-то в этом процессе поучаствовать, желательно, а не оказаться под его колёсами. Мы бы с удовольствием погрузились ещё в пучину вопросов, но время уже, к сожалению, не то, что поджимает, оно прям уже, вот прям закончилось. Поэтому давайте сделаем перерыв 10 минут. Вы, Сергей, можете задать вопросы через интернет. Вопросы в уголке кулерных. Посещайте сайт и аплодируем. Примерно через 10 минут начнёт читать второй лектор. Редактор субтитров А. Редактор субтитров А. Редактор субтитров А.